Коля Соболев идет ведущим на «Пусть говорят». Я подумал, а почему бы и нет? Поэтому давайте-ка охладите свои пуканчики. Честно говоря, проклинаю некоторых блогеров и музыкантов. Мы без приключений. Я нашел. Что ты такое? У нас возникла мысль взять и купить ему советскую классику. Коля Соболев. Ну пиздец, конечно. Я просто в Питере. Ребят, я утром проснулся, прыгнул за Насапсан. Приехал сюда ради одного. Чтобы сейчас снять абсолютно необычный видос для меня. Который, не знаю, как зайдет, но, как говорится, надо делать эксперименты на канале. Сейчас сюда с минуты на минуту зайдет человек, у которого я буду брать первое в своей жизни интервью. Заходи, родной, не стесняйся. Ребят, у нас сегодня Коля Соболев. Всем привет! Меня зовут Николай Соболев. Дима, красавчик, ставьте ему лайк, потому что этот пацан приехал сюда ради меня. Ну, многие готовы были бы, но у тебя получилось. Ты здесь. Давай присядем, запишем. Каменная стена здесь, я чувствую себя уверенно, как дома. Дима, ты чувствуешь себя уверенно, скажи, пожалуйста. По лицу нет. Сейчас нет. Я волнуюсь, чувак, понимаешь? Это первое в моей жизни интервью. Естественно, у меня немножко все жим-жим происходит. Но, кстати, когда он зашел, я думал, что он начнет пиздить начнет, потому что он такой, типа, какого хера вы у меня дома, в моей студии. Какая была интрига вообще, что зайду именно я, учитывая, что на превьюшке мое лицо смотрелось? Удивительная интрига, друзья, даже не подозревали, наверное. Они такие, господи, почему Коля Соболев видел про Коля Соболев? Слушай, реально, была бы на превьюшке моя физиономия, зашел бы Гурам просто. И все интервью с Гурамом, без объяснения просто абсолютно. Просто Гурам дает интервью. А у тебя есть телефон Гурам? Это лучше кликбэйт, я считаю. Быстренько позвоню, мы нормальный выпуск делаем. У меня сегодня первое интервью. Не знаю, как его начинать, не знаю, как это делается. Не хочу красть хлеб у Юры. Но украду кусочек, вот маленький совсем. Пару вопросиков тебе есть, потому что, ну, на данный момент ты один из самых интересных персонажей на Ютубе. И я думаю, вот эти вопросы, которые сегодня задам, будут интересны многим. Мне нравится, как ты начал эту беседу. Дима, сразу же расположил к себе, в общем-то. Спасибо за то, что пришел и похвалил меня. А, спасибо, все, ребят, спасибо, что вы смотрели это видео. На этом можно, в принципе, заканчивать, да. В принципе, у нас хватило денег только на этот маленький кусочек. Вы знаете, друзья, вот потом не спрашивайте меня, почему я такой самовлюбленный, эгоцентричный. Просто все из-за таких людей, как ты, Дима. Все из-за жиполизов, да. Но я не буду. Это, пожалуйста, не вырезайте. Мы с тобой, друзья, это... Да, это другое. Давай так, смотри, начнем с того нового увлечения. Но я не знаю, насколько он новый, а ты сейчас нам об этом расскажешь. Какого хрена ты лезешь в музыку? Вот, ну серьезно. Ну вот новости, новости. Утверждаешь, что ты поддерживаешь формат свой, значит, и так далее. И тут хренак. И значит, один за другим, один за другим. Музыкальные этюды. Что это такое? Зачем это? Почему? Куда? Это не я лезу в музыку, эта музыка лезет в меня, почему уже достаточно давно. Ну, я, понимаешь, это то, что я очень люблю. Это то, что я очень люблю с 7 лет, с тех самых пор, когда моим кумиром был замечательный Николай Басков, понимаешь. Я лежал в деревне на крыше и слушал прекрасные песни. Это то, что меня вдохновляло всю мою жизнь. Коля, скажи, пожалуйста, ну вот ты получается с 7 лет в музыке, у тебя образование есть. Нет, у меня образование нет, я самоучка, но я такой плотный самоучка. Плотный, плотный, плотный самоучка. То есть, я выступал в Кабаре, вот сейчас начнутся все человечные рассказы. Интайды пошел. Я на этом зарабатывал. Многие рэперы не могут заработать на этом, а я зарабатываю, поэтому давайте-ка охладите свои пуканчики. Вообще, я уже обсуждал с тобой как-то эту тему, рассказывал тебе, что вообще, в принципе, нет такого понятия, что человек куда-то лезет. У нас, в общем-то, демократическое государство, у нас свобода слова, как мы все знаем. И нас каждый может заниматься тем, что душе угодно. И когда кто-то предъявляет кому-то другому, что кто-то занимается не своим делом, вот хочется задать вопрос, откуда вы знаете, вот какое мое дело? Может быть, YouTube не мое дело, может быть, я прирожденный музыкант, и мне нужно еще раскрыть себя. Может быть, Дима Масленников, прирожденный музыкант, и ему нужно себя раскрыть. Дима, давай скорей. Это пиздеж. Вот, поэтому я никогда никого не слушал и слушать не собираюсь. Если кто-то там будет мне говорить, что это не мое, слава богу, сейчас такого нет после запуска последнего клипа. Сейчас, в общем, какое-то единодушие у всех касательно того, что вышло. Да нет, не у всех. Давай вот объективно. Ну, да, Соколовский действительно не похвалил. И Лике тоже был. Да, да, да. Есть блогер. Это не только у блогеров, понимаешь, что это мнение некоторое сформировалось. Давай вот всей этой аудитории, которая негатив сейчас шлет по поводу последней дисс, да, трек. Слушай, ну, если ты зайдешь в комментарии, я сейчас как бы типа не обманываю. Я частенько занимаюсь тем, что читаю комментарии под своими работами, там, под видеороликами, под клипами. Ну, там прям надо постараться, чтобы найти негатив. Нет, это понятно. Вопрос вот в чем. Есть такой профессионал. Многие утверждают, что в припеве у тебя на этом треке жесткий-жёсткий автотюн. Я, честно говоря, не могу сесть. Я не музыкант, чтобы я так сел, такой, а, автотюн. Нету такого у меня дарования, но многие говорят, что очень оттюнен треке. И ты так налсоса пальцами верь. Поверь, вот у тех людей, которые это говорят, тоже таких дарований нет даже близко. Нет эффектов на голосе. Там есть прописанные даблы, автетюну там, блять, и мы не пахнем. То есть я чисто не понимаю, откуда это люди берут. Но когда я смотрел реакции людей на этот клип, там некоторые писали, что это вообще пою, не я. Некоторые писали, что это любой голос. Некоторые писали, что там, ну много чего писали, короче говоря. У нас всегда много чего пишут. И обычно из того, что пишут, там 99% это какая-то абсолютная чепуха. В том числе и про автотюн, естественно. Но автотюн был в предыдущей нашей работе, которая называлась «Дисно Дружко». Какой момент? Да на припеве, в общем-то, он был. Но, опять же, он был там для того, чтобы это стилистически звучало более современно. Спроси меня как, спроси меня как, спроси меня как. Но никак не для того, чтобы вытянуть какие-то ноты. Честно говоря, проклинаю некоторых блогеров и музыкантов, которые используют автотюн для того, чтобы почистить свой голос. И после этого у людей складывается стереотип, что автотюн используется всегда для того, чтобы просто ты получше звучал в плане вокала. Да нет, Kanye West использует, там, не знаю, в своей песне «Вулфс», к примеру, автотюн на протяжении 100% всей песни. Но он же это делает не для того, чтобы ноты себе подправить, а для того, чтобы это звучало круче. Вот, например, есть Клеплистский интроверт. И там есть лишь одно место, в котором автотюн используется. И вот именно это место звучит хорошо. То есть, если бы она автотюн использовала в многих других местах стилистически, то это было бы гораздо более сочно по звучанию. У Ларина в последнем клипе 30 лет есть автотюн в одном месте. Ну, он звучит странно там, странновато, но все равно, в принципе, сносно. Опять же, он там используется не для того, чтобы сделать чище ноту, а для того, чтобы это звучало более современно. Потому что автотюн сейчас используют на западе, ну, не знаю, ну, нельзя назвать рэпера, который его никогда не использовал. Че, че далеко хотите? Тут недавно бабанул трек Марку. Фата Маргана. В общем, это да. Да, почему ему никто не предъявляет, что он использует автотюн? Это полнейший бред, но предъявлять за автотюн, когда его нет, это еще больше бред. То есть, была некая критика. Отвечаешь, нет автотюна. Блядь, естественно, нет. Я смогу снять для влогового канала лайв-версию этого трека? Да, сможешь. Все, вообще не проблема. То есть, если бы я петь не умел, я бы, наверное, и побоялся бы что-то подобное говорить. Но в интернете вы можете найти огромное количество лайв-записей, где я пою и просто сделать свой вывод самим, нужен ли мне автотюн или нет. Гришка, тебе холодно? Мне холодно. Хорошо. Реально, мы без приключений не можем. Я просто проверял почту и наткнулся на сообщение трехмесячной давности, не знаю, как я его пропустил. Но в этом сообщении ничего не было, кроме надписи. Мы спрятали предмет для госбастера в этом месте. И две фотки. Одна – это кадр из моего выпуска госбастера в усадьбе Покровская стречня. А второе – это вот этот предмет в каком-то пакете, в месте, где ребята его спрятали. Следов-то просто обосраться. И ты говоришь, мне не беспокойтесь по поводу этих собачек? Вы знаете, все было бы зашибись, но есть один небольшой факт. То, что за эти три месяца эту усадьбу начали восстанавливать. Заделали все залазы внутрь, поставили отград. Помнишь, на съемках заходили здесь? Да, мы здесь поднимали. И я, честно говоря, не представляю, как мы проникли. Видишь, ее консервируют сейчас для отделки внутри, чтобы никто не ходил. Надо искать место, где мы пролезем. Здесь никак вообще. Че там? Собаки, собаки. Собаки? Давай, держи. Высник, посмотри, есть ли вход. Я пойду за двой стороны, а выйду. Пойдем, пойдем. Он уже достал. Пришел и сказал, Диман, давай купим мустанг. Давай купим мустанг. В общем, ребят, мне кажется, что сейчас многие из вас подумали, что сейчас будет видео, посвященное мустангу. Интервью, стиль съемки, все то же самое. И это не просто так. Дело в том, что та история, которую я вам сейчас расскажу, напрямую связана с этим проектом. Белый медведь дожирает морского котика. Это жигуар. В общем, Гришка, не просто так я тебя еще позвал. Вот так может вообще снять тебя. Хочу я с тобой серьезно поговорить. Ты вообще, я даже место не случайно выбрал. Я ему звоню, говорю, чувак, сейчас давай выйдем, поговорим с тобой в мустанге. Он такой, что вообще, почему именно там? Ты можешь ее, пожалуйста, убить? Даник, у тебя явные проблемы. Чувак, ну она не закручивается. Гриш, искренне тебе благодарен за то, что ты помог мне осуществить вот эту мечту. Да, она у нас сейчас по жопе идет. Но все равно я искренне счастлив, что у меня есть эта машина. Тебе за это огромный респект. Ты меня в первую очередь сподвиг на это. Когда услышал, что у меня была мечта мустанги, чувак, давай купим. Я такой, what? Что, мустанг покупаете? В нашей команде есть Гриша. Вы его прекрасно знаете, он оператор. Но по чесноку он делает намного больше. За что действительно ему хочется сказать спасибо. Это проект с мустангом. Потому что только благодаря этому человеку я реализовал свою детскую мечту. Помни, пришел и сказал, Диман, давай купим мустанг. Я до этого момента вообще не задумывался об этом. Он это сказал, мы это сделали и получилось просто. И у меня возникает вопрос. Есть ли у тебя какая-то мечта? Ну так, если, знаешь, с детства я, отец привил мне любовь к автомобилю. Я с ним с детства ковырялся в советской классике, знаешь, ну на то время. Он у меня участвовал в гонках, вот эти все призы. Меня так смотрел на него. Блин, на самом деле сам бы очень сильно хотел попробовать. У тебя мечта заниматься именно вождением. Более на профессиональном уровне. Именно, да, знаешь, профессиональным вождением. Это очень симпатизирует именно так модно сейчас дрифт. Плюс еще, знаешь, типа зима, русские жиги, всякое такое. Это очень, не знаю, ну это дешево, во-первых. А во-вторых, это очень интересно и плюс позволяет реально профессиональный скил. Но почему-то, я не знаю, не то что почему-то, просто то время, то деньги. Поэтому как бы не получалось, наверное. Этот человек для нас очень много делает. И в какой-то момент мы просто задумались, а что мы можем сделать для него. Гриша для нас реально делает очень много. И вот мы всей командой хотим ему в чем-то помочь. У него есть мечта глобальная. Он хочет профессионально заниматься машинами. Но он сейчас не знает с чего начать. Он не знает как к этому подойти. И вот в этом как раз мы хотим ему помочь. Все мне не дают соврать, вот дня не проходят, чтобы он не говорил про дрифт. Серьезно. Он уже достал. Не на чем ему этим заниматься. Мустанг не едет, а это единственная заднеприводная машина. И вот у нас возникла мысль взять и купить ему советскую классику. Вот про сам клип. Почему? Вот я не понимаю. Я вот сижу, смотрю клипы сейчас блогеров, которые выпускают постоянно. Почему это Дис? Ну почему? Ты собрал там всех блогеров. И то не всех. Вот я тебе напомню про одного, которого ты не использовал, с кем у тебя были конфликты в последнее время. Зачем? Зачем ты это сделал? Слушай, на самом деле, инсайт для твоего канала, этот трек был записан в феврале. Этот трек существует с февраля 2017 года. И изначально это был... Что, с февраля, это год назад был. Это был год назад. Вот сейчас вот ровно год, как этот трек записан. Но изначально он был совершенно в другом виде. Изначально это был тоже Дис, но еще в то время, когда Дис еще не так сильно надоели абсолютно всем. Но это был Дис на определенного персонажа. Давай. Давай догадаешься, на кого был этот Дис из списка всех тех, кто в итоге был в финальной версии. Давай, давай я попробую. Значит, его имя начинается на А, заканчивается на фоне ТВ. Да. Ее попал. Вопрос такой, смотри. Понятно, там какие-то конфликты у тебя были. Конфликт с Ликеем, но он настолько смешной был. Вообще его не был. Ты его вставил. А вот, допустим, конфликт с рестаратором. Да мы не успели просто. Да закрой ебаль. Взялай, Соборев. Завали, пожалуйста, ебальник. Тут не пусть говорят. Как бы, в чем дело? Это было не так давно. Это не та фраза, это фраза из другого. Это просто он тебе крикнул. Да, да, да. Ты-то его обвинил, что батлы скатились. Хотя Ксимирон действительно оказался прав. Ты засрал то, что со мной воздвиг. И лучше я 10 раз посмотрю батл Панина и Поперечного на батл-площадке Дмитрия Ларина, чем буду смотреть вот такой вот версус. Вот с такими вот зрителями. Да, да, да. Слушай, ну мы бы вставили, но не успели просто. Вот это все. Наверное, вставили. А весь этот диск как раз таки и был написан, записан в новой версии в то время, когда был конфликт с Ликеем. И тогда это было свеженько. Мы бахнули туда эту строчку. Но! Вот ты спрашиваешь, нахрена это было нужно? А что, я в диске как-то жестко унизил Ликея или что? Он что, после этого невероятно сильно расстроился, его карьера пошла на спад. То есть я его фактически не задел. Я его пиарнул. Я его, да, я его пропиариваю, вообще не понимаю, почему кто-то, ну, вот Ларин, смотрел как-то недавнего видоса, он говорит, Коля Соболев там вставляет меня в свои ролики. Да ты благодари, Коля Соболева, что он вставляет тебя в свои ролики. Ну, серьезно, Дим, ну это же повышает твою упоминаемость. Тебе что, глаз жгет, что ли, что ты видишь свою физиономию в моих видео? Ну, какого черта, что за предъявы? Я за этим вообще не слежу. Коля меня вставлял три раза. Мне все подписчики скинули. Да, и после этих трех раз как раз таки карьера Димы Маслениковой пошла. Вот я здесь, и вот он и здесь, в общем-то, поэтому я не понимаю, в чем проблема. То есть, почему Ликей обиделся? Я посмотрел его обзор на мой диск, и он там прямо, ну, видно, что он прям разбирает, распирает от этого негодования. Он нашел какой-то трек, какие-то глупые намеки-неуместный троллинг на тему того, что я якобы спиздил у кого-то звучание и там ноты. Ну, не знаю, это полный бред, конечно. Последний шанс, последний бой. Просто круто. Коля, офигенный трек. Жалко, что он Ти Пейна и Лил Уэйна, и называется он Bang Bang Pao Pao. Я бы вообще забил бехер. Почему вот ты не покажешь пример какой-то и не сделаешь трек, отреченный от Ютуба вообще? Вот что за дела, почему? Я вот, я жду, когда блогеры начнут делать треки, никак не связанные с Ютубом. И они были, они были там. Не достоин жизни. Ну, не достоин жизни, я не достоин жизни. У Джарахова блокер на такой вот это. Ну, около блогерская. Да на самом деле причина-то проста, но почему все делали диссы на других блогеров? Потому что это всегда заходит. Ну, то есть тут надо не меня спрашивать, и не блогеров спрашивать, почему блогеры диссы записывают, а скорее аудиторию спросите, вот почему вам это все интересно. Так что, значит вопрос не в творчестве там. Да, конечно, и в творчестве тоже, но идет сочетание творчества и, естественно, какая-то некая погоня за рейтингами, которое существует в карьере абсолютно любого блогера. Естественно, когда только идет старт вот этой музыкальной карьеры, хочется, чтобы максимальное количество людей услышало твое произведение и посмотрело то, на что ты способен. А для того, чтобы это вышло на реально широкую аудиторию, желательно, чтобы это был какой-нибудь дисс, и то, что людям действительно интересна какая-то интересная тема. Ну, все так негодуют из-за этих диссов. То есть вот, у меня диссонанс в голове. Читаешь комментарии, там все пишут, как же достали эти диссы. И в итоге дисс выходит, и его все смотрят, и он всем нравится. В чем ваша проблема, ребят? Вы определитесь серьезно. Потому что, если вам что-то действительно не нравится, то не смотрите это. А если вы это смотрите, то не удивляйтесь, почему это выходит на каналах разных блогеров. Это был последний дисс. Ну, конечно. То есть, он зашел, мы реализовали эту идею, и дальше уже, я думаю... Дальше будет совершенно другое. Ну, даже не по той причине, что меня все загнобили, и там сказали, что да хватит этих диссов. В принципе, я вот еще раз повторю эту фразу, ну, нельзя ни в коем случае, когда ты строишь свою карьеру и занимаешься своим делом, слушать всех подряд вокруг, что кто говорит, что тебе лучше делать. Нет, причина не в том, что всем так не нравятся диссы, и все от них устали. Причина в том, что мне есть что сказать на другие темы, гораздо более глобальные. Не слушайте мнения других, мне кажется, вот не знаю, как это было, но мне кажется, вот скриптонита в начале. Вот за его стилистику, вот это, не проговорили, рэперы очень жестко набит. Ладно, закроем вопрос музыки, перейдем дальше. Несколько быстрых вопросов тебе задам. А лучший российский музыкант? Дорн, наверное. Дорн? Дорн. Ну, музыкант или рэпер? Просто Дорн действительно... Нет, вот именно музыкант. Привет. Ну, мне очень нравится творчество Дорна и то, что он экспериментирует с жанрами. И экспериментирует не только с жанрами. Его личность... Ну, достаточно посмотреть его интервью. Ну, я так сходу не могу назвать, но безусловно Оксимирон, что я могу сказать. Но Оксимирон гений. Ну, и из рэперов Оксимирон. Скриптонит, мне нравится Скриптонит. Ну, два постоянных альбома, и он мне вообще не зашли. Топ-3 проектов на российском YouTube. Юрий, иду себе. Так. Забавно было, что я назвал Юрий Дудя сразу после того, как ты скопировал его в подачу. Но Амиран, да, он крут. В любом случае. Хоть делает очень много противоречивых вещей, я иногда не понимаю. То есть, часто в видео говорит, ну, у меня все дизлайкают, но потом делает очевидную вещь, за которую его абсолютно предсказуемо дизлайкают. То есть, мне кажется, он уже вошел во вкус просто, ему уже нравится. А, дизлайки, да. Да, то есть, я не понимаю немножечко. Ну, Амиран, да, он молодец, он красавец. Третий. Я могу за последний год отметить однозначно Дудя, однозначно сатира, однозначно сатира, однозначно утопия шоу. Дайан Топлис мне нравится очень. А США или Россия? Странный вопрос. Ну, в чем США, в чем-то Россия. Есть в разных странах свои плюсы и минусы. Я... Главный плюс США и главный плюс России? Да, много очень плюсов в США и очень много. Главный плюс России в том, что мне нравится здесь жить. Хотя у меня было огромное количество вопросов, возможностей свалить в США. Но я остался в России, потому что по многим причинам мне здесь нравится. Главный плюс США – это судебно-правовая система работающая. Вот главный плюс США. Блядь, собака залаяла. Вот у тебя охрана вышла. Так, парни, давайте так. Смотрите, единственное место, куда этот чувак подошел, это было слева от лестницы. Это единственное место, которое он проверил. Давайте так, сейчас есть там есть проход, вы идете туда, смотрите, а я пойду на стреме, посмотрю, что вы, где и где они вообще. Давайте бегом, вставай. Окей, окей, окей. Ё-о-о-о. Через верх, или есть? Держи. Невально. Привет. До новых встреч. Иди сюда, иди сюда! Так, давайте это, сейчас свет не урубайте, дойдем до второго. Нет, ребят, тупая идея, нужен фонарик, я ни хера не вижу, я тоже не вижу, что-то светло, давайте сейчас успокоимся, быстро по этажам пройдем, найдем эту херню и свадьбу. Это получается какая-то, я говорю, дверь выломанная, в стене, либо окошечко какое-то выломанное, и они внутрь эту херню положили. То есть мы учим нечто в пакетике, стены осматривайте, давай, чувак, ты сюда и я туда. Если он что-то будет, то есть тимак. Я говорю, тима, что куда ты нас прививал? Черт, чёрт, чёрт, чёрт. Чёрт, чёрт, чёрт. Чёрт, 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 чёрт. Первый раз живите, ну сталкеры прикалываются чёрт. Чёрт, чёрт. Чёрт, чёрт. Чёрт, чёрт. Могу здесь как будто кашляками, пыль какая-то. Серый ключ. А здесь стены как изнутри? Деревянные. Серёж? Кирпич посиделил. Ой, ребят, можно я посиделил? Не буду оставаться без в тимуке. Пошли. Привет, друзья. Парни, я нашёл эту херню. Иди. Это даже не стена была, вы понимаете. А чё идёт? Объективно я бы помог Грише. Просто я вот только с отдыха вернулся. Где мы найдём вот оставшиеся? Сколько нам денег-то надо дойти? Чтоб люди тебя-то видели. Да, ребят, я в той же кофте, что и в своём инстаграме. Всегда. Вернёшь? Я сейчас отснял несколько серий Мустанга. Там у меня денег вообще нет. Их вообще нет. Ты чё думаешь? У меня тоже некое подобие было отпуска. Так что забудьте про мои деньги. Ещё до отпуска не было. Ещё до отпуска. Его обокрали. Он лежал в больнице с черепно-мозговым. Вот такое подобие отпуска. Ну а что ты предлагаешь? Смотри, жига стоит в более-менее каком-то адекватном состоянии. С которым можно работать примерно 50 тысяч. У нас сейчас бабла нету. Единственный вариант, который я вижу. Сейчас блогеры все выполняют челлендж от Авито. У нас реально вот здесь в студии, у тебя дома, у тебя, у меня огромная куча реально ненужных вещей, которыми ты 100% не пользуешься. Мы их все собираем и продаём. Кровать я не отдам. Понятное дело. Ну вот. Мы продадим ненужные вещи и, соответственно, реализуем мечту другу. Тогда базар. Ну. Всё, давайте искать надо. Может, вертолёт? Это в банутой, что ли? Это, во-первых, мой подарок на день рождения, так что давай продадим. Я знаю, что мы можем продать. Малышка. Опа. Вот этот объект я готов продать ради своего труда. Это машинка, которая мне помогает снимать «Госбастер». Вы её видели в первом выпуске иностранного сезона «Отель Беренгария». Мы с пацанами эту идею долго обсуждали. Сейчас очень много денег уходит на «Мустанг» и на съёмки «Госбастера» и так далее. И свободных средств чисто физически у нас не было. Чтобы пойти, взять, купить машину, она как минимум стоит 50-60 тысяч. В любом случае, это тоже деньги. И именно в этот момент мы наткнулись с пацанами на одну интересную тему. Сейчас «Авито» проводит глобальный челлендж для блогеров. И вот мы в нём решили участвовать. Настало время. Показать всё, что скрыто. Что показывает? Давайте смотри, что можно продать. Она как будто сгорела. Да если бы она сгорела. Лучше бы она сгорела, поверьте. Ооооо. Фигеть, что тут есть. Оооо. Мы же купим два «Госбастера». И один «Густанг». Нужно было быстро сработать. В общем, у меня есть такого чарджера. Вспомним. Эти уши я достаточно недавно купил. Но я их толку не использовал для запчасти. Музыкальных. Творений. Эээ, самокат. Электрический. И «Голкроф». Мне кажется, досталось. И «Соньку». Слушай, он очень глубоко ледит. Реально, чувак. Я в руку. Ооо, кошак! Суть в том, что абсолютно у всех дома есть какие-то ненужные вещи. Надуй эту кепочку продать. И их можно продать и получить живые деньги. Часики, о которых очень часто спрашивали во влоге. А, пазл. Чуваки, первая моя картина. Мы решили с пацанами пройтись по всем домам, отыскать ненужные вещи, продать и осуществить мечту другу. Потому что это вот действительно очень круто. Блин, чуваки, ну нам не хватает, мне кажется, вещей. Надо еще у кого-то брать. Надо. Кто у нас еще остался? Не, ну мы можем обнаглеть и Гриша. Это не перебор? Ничего не говорю. Не объясняй даже. Вообще ничего. Давайте объясним ему просто, что типа, чувак, мы хотим сделать сюрприз там другу. Сейчас очень срочно нужно вещи продать. Есть какие-то лишницы? Это очень странно выглядит. Получается, что он тебе на подарок сам. Скидывается? Погнали. В общем, Гриш, ты это уже смотришь после того, как мы к тебе приехали. Ну, как говорится, любишь кататься, люби и за Жигу товарами скидываться. Все, погнали. Ну, вот мы аккуратненько подошли к вопросу Рака Макофо. Не хочу сейчас 300 миллиардов раз это спрашивать, почему там все загнулось. Не буду спрашивать. Хочу задать вопрос немного по-другому, и мне кажется, это поможет не только людям, которые смотрят YouTube, но которые занимаются бизнесом, которые имеют свое дело, которые там имеют насиженное место, которые они боятся уходить. Как сделать вот этот шаг, когда у тебя есть что-то успешное, где ты понимаешь, что ты сделал круто, это бросить и пойти в неизвестность ради идеи сделать что-то другое? Ну, не надо говорить, что я бросал, понимаешь, что дело. Пока я полностью не понял на 100%, что проект жизни YouTube, как он тогда назывался, заходит, когда я не понял, что я выбрал правильную почву для развития, вот только тогда, когда я понял, что это будет 100% успешно, я начал подзавязывать с Рака Макофо, от которого я тогда просто уже устал. Я устал от пранков, социальных экспериментов, мне уже вот здесь это сидело. Вот именно в тот момент. Но вот что-то бросать и заниматься чем-то новым категорически вот так вот не надо делать, абсолютно точно. Всегда должен быть какой-то стратегический расчет, какое-то планирование. Вот я человек, который всегда планирует каждый шаг на YouTube. Сразу вопрос. Когда ты про Ивангая, наркоману, сказал? Не все люди, на которых в 18 лет сваливается такая гигантская популярность, могут с ней справиться. К сожалению, многие начинают творить херню. Обидно за Ваню, потому что, вот честно, лучше бы он дальше в своих роликах кривлялся. Насколько ты спланировал этот шаг? Да, слушай, ну, у всех бывают ошибки. А, во. У всех бывают ошибки, ну, безусловно, да. Я не подумал в тот момент об этом, почему-то. Я просто сам проходил этот период, я прекрасно, у меня есть свое собственное мнение. Вот я хочу понять, сформировалось ли у тебя подобное мнение. Можно ли начинать дело, любой дел, абсолютно бизнес, канал на YouTube и так далее, с друзьями? К чему это приводит и в конечном счете встает ли в приоритете работа на дружек? Слушай, ну, у тебя был грустный опыт, да, связанный с этим? У меня, на самом деле, опыт-то положительный, потому что я начал делать с другом, и в итоге у нас как бы канал на 3,5 миллиона человек, и это был большой старт для моей карьеры. Все индивидуально, опять же, ну, вот нельзя так сказать, ни в коем случае не начинайте бизнес с друзьями. Ну, смотри, какие друзья, понимаешь, смотри, какие взаимоотношения, смотри, как вы сходитесь во мнениях. Мы с Гуром сходились в очень многом, поэтому начали, у нас получилось. Но не было... У меня есть пример людей, которые начинают бизнес со своей семьей вообще, там, с родственниками. Чего мне кажется, тоже делать, ну, нежелательно. У них тоже все получается. У нас были сложные моменты в взаимоотношениях, но мы были достаточно осознанные люди для того, чтобы с этим справиться. Достаточно адекватный. Уж кто там. Здесь кто-нибудь есть? Все дела? Это моя тема. Он потом будет разбирать этот момент. Да, 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 этот момент я разберу. Я хочу спросить по поводу тебя и политики. Потому что в какой-то период, я помню, неожиданно для меня и для многих, я думаю, твоих подписчиков, ты начал делать какие-то достаточно провокационные видео на своем канале относительно Медведева и так далее. Неплохо на лыжах покатался. Денег много, расходуем в тупую, иногда просто по-дурацки. Ну, здорово, что сказать. Вот что это было? Это была попытка просто пощупать формат, либо это первый шаг в сторону какой-то политики в твоей жизни? Смотри, я не буду заявлять что-то вроде «нет, я никогда не буду политиком». Ну вот в данный момент у меня мероощущение такое, что ни в коем случае. Ну то есть творчество, музыка, да блядь что угодно, только не политика в нашей стране. Потому что это, я не буду назвать это никакими словами для того, чтобы потом меня не упрекнули, выкру фразу из контекста, ну ты понял мой посыл. То есть я не хочу быть политиком, но хочу делать что-то социально полезное. И для того, чтобы сделать жизнь людей, там, всех людей или какой-то группу людей лучше, для того, чтобы сделать что-то хорошее и положительное, не обязательно сидеть в государственной доме. Я уже там говорил на нескольких интервью, что есть фонды там Константина Хабенского, Чулпан Хаматовой, которые занимаются прекрасными делами, а при этом не влезают, ну как-то находятся в стороне от всего этого. Ну вот я хочу быть таким человеком, и сейчас, кстати говоря, у меня идет в голове такое тоже очень жесткое планирование насчет как раз-таки социально важных вопросов. То есть что нужно делать для того, чтобы кому-то помочь, для того, чтобы сделать какой-то положительный вклад, а не только обсасывать инфоповоды и разбирать конфликты на ютюбе. Это то, что требует мое сердце и моя душа, потому что многие могут упрекнуть меня в том, что я там уже совершенно помешался на хайпе, на заработках и так далее. Мое устремление по жизни – это не строчка в списке Forbes, это оставить какой-то вклад после себя, потому что богатый мертвый человек, ну и что теперь? Скажи, пожалуйста, окей, в политику ты не лезешь, но если бы сейчас представилась возможность встретиться с кем-то из политиков, с кем бы ты хотел встретиться? Ну, с Путиным, естественно. С кем? С кем еще встречаться? Ну, он единственный, кто решает что-либо, поэтому от него все зависит, вот ему вопросы надо задавать. Но, слушай, опять же, если встречаться с Путиным, такая, знаешь, какая-то мечтательная идея, нужно долго думать, а что у него спросить. Потому что можно много вопросов задать, на которые он просто не ответит, или от которых он просто уйдет. Поэтому тут нужно как-то будет сформулировать. Ну, было бы, вот, ты давно уже занимаешься. Было бы крайне интересно, причем не только мне, а, наверное, абсолютно. Там, просто задать вопрос этому человеку, постараться получить на него ответ на этот вопрос. Даже, я думаю, не как политику, его сколько-то, три раза подряд в Forbes или не Forbes? Кто, кто его? Тайм, журнал Тайм. Тайм, Тайм, самый влиятельный человек в мире. Вот нас 7 миллиардов, и вот этот человек самый влиятельный. Мне интересно даже, чтобы я почувствовал, когда бы я вот находился бы рядом с ним. То есть, что за энергетику этого человека? Потому что, ну, чтобы про него не говорили, уже на протяжении такого долгого времени заниматься тем, что он руководит страной. А не нужно думать, что это тоже все вот так вот делается. Можно долго рассуждать про то, какой он политик, но это безумно сложно на протяжении 17 лет управлять такой страной, как Россия. Не простой страной. Это важный вопрос, который абсолютно все попросили задать тебя. Угадай относительно кого. Парни, я нашел эту херню. Это даже не стена была бы, понимаете? Вот что это? Е-е-е. Нечеряюсь. Это потолок. Вы туда полезли? Да. Это она. Это не с кутками, конечно. Черт, лисунка, не свети. Черт. Собака лает. Свет, Ольгарь. Ничего, ничего, ничего. Блин, собака залаяла. Это херня. Просто она в прошлый раз залаяла, мужики вышли. Давай быстро собирай парень отсюда нахрен. Ой, ладно, в жопу давай. Свети быстро, Филдар. Ой, бля. Черт, чувак, это слишком классический прикур, чтобы я его не сделал. Есть? Черт. Держи, 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 держи. Той, бля, все, держи. А ну, она в голову все идет. Что тут такое? Что это? Похоже на штуку, в которой специи перемалывали. Для специй херня. В смысле? Ну, вот, для специй. Серьезно, мы, парни, запрятали, значит, посылку для гусбастера, ложку для специй. Это хуйня какая-то. В общем, ребят, я, может, ошибаюсь. Если вы знаете, что это такое, напишите в комментариях. Потому что у меня никаких идей пока нет. Но все равно от собой взять. Все, просто так, кажется. Если что, хотя бы буду петрушку толочь. Я так, ребята, скажу, что... Спасибо, что... Привет, друзья. На улице невероятный дубак. Мы приехали посмотреть на первый лот. Жигу. Короче, Димы с нами нет. Я не могу сказать, почему. Потому что это пока секрет, чтобы не нарушать всю интригу будущих шоу. Так что мы взяли сегодня в роли оператора Асифа. Асиф Шарит Тачков и является отличным другом Грише. Так что он знает, что Грише понравится. Жигуль для Гриши. Только у нас на канале. Все по маслу. Мы фанатик так, он боком. В принципе, у нас друг тоже любит боком повалить. Мы выбирали специальную машинку. Сударь, ну что, он тебе нравится? Да я вас турник. Вот, ребят, сорян за звук. Тут просто вьюга, метельный. Олени бегают. Белый медведь дожирает морского котика. Он Санта-Клауд. Да, реально, у меня вот дича вообще. Все просто промазано. Мне чисто машина визуально очень нравится. Она клевая. Мне кажется, что это как раз то, что нужно Грише. Надеюсь, что мы ее по-нормально с семьей возьмем, пацаны. Главное, чтобы наваливалось. Я сейчас постараюсь по своей схеме старый. Отжать. Отожмем машину и... Ой, смотрите, кто у нас вернулся. Э, я... Парни, расскажите, как она. Ой, чувак, она великолепная. Она... Она наша супер-бэйба. Это Жигуар. Нет, ну как вообще, хороша, да? Чувак, она невероятно крутая. Ну вот я влюбился, я влюбился. Просто, ребят, я вот им доверил в первый раз осмотреть машину без меня вообще. И я вот вижу их восхищенные лица, и я, в принципе, их понимаю. Потому что, когда я покупал мустанг, что-то в этом роде было. Ты бы видел, что она вытворяет. Это просто что-то. Опа! 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 Суфури, дураки! Берем! 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 Причем водителя. Она заносит ее так, вот так, и ты понимаешь, что тебе пиздец, что там растает. Как вы думаете, какая реакция у нее еще была? Да он как обычно расстреляет. Опа! Что? Что надо? Дугмастар! Здорово! Здорово! Привет! Привет! Сейчас. Я просто с мамой иду. Мама, подожду? Мам, сейчас обрезвонимся кулей. Что? Мам. Нет времени. Объяснять. Объяснять. У нас есть проблемы. Как дела? Чего? Они завалились. Чего вам надо? Чего происходит? Можешь вот не нервничать и послушать меня внимательно. Мы делаем сейчас один проект на влоге. Так. Хотим помочь нашему другу. Для этого мы ищем какие-то ненужные вещи по квартирам. У нас мы уже нашли вещи. И хотим их продать. Что у тебя есть в квартире, что мы сейчас можем у тебя забрать? Ага. Я же говорил, что примерно такая рациональная. Да. Вот есть реалитет. Это иксбокс? Да неееет. Ты че, серьезно? Вот эта тема. Короче, она в натуре практически новая. Дело в том, что я пытался освоить и понял, что это мега тяжело. То есть, ну... То есть, ну... То есть, ты сдался просто? Ну... Ну... Получается так. Типа, есть какие-то наушники, которыми я не пользуюсь вообще? О-о-о! Я заберу то, что надо принять. Не хочу сказать, что... Это так жестко! Это так жестко! Просто вломились к чуваку, забрали вещи. Ничего не объяснили и свалили. Ты видел его лицо, это бесценно, ребята, просто бесценно. Зато хочется увидеть его лицо, когда все-таки он встретится с тачкой, которую мы ему купим. Важный вопрос, который абсолютно все попросили задать тебя. Угадай относительно кого. Относительно... Нет, другой человек, другой человек. Ну давай, давай, руби, Димон, все наши готцевы говорят, как люди достали эту тему. И все, да. А почему? Все ролики-то в трендах, да? А почему ты не произносишь имя? Это не Волландемор, ты его можно назвать? Это не Алексей Навальный. Вот это нормально. Да, Диана Шурыгина. Ну что ты хочешь спросить, чего я еще сам не рассказал? Почему ты отказался от участия в передаче? Я рассказывал об этом, и это просто абсурдно. Ну то есть парень на свободе. Вот сейчас мы выясняем, что он уже не на свободе, а под домашним арестом. Но на тот момент, когда отказывался, все вышел, все в порядке. Финита Ля комедия, история завершилась, а что еще обсуждать? То есть я посмотрел эфиры, и я поблагодарил Господу Бога, что я там не оказался в итоге, потому что это пиздец. Ну вот по-другому не назвать. Они просто сидят, орут. И самое тупое, что в нашей жизни есть, это вот наблюдать за людьми, которые что-то очень эмоционально обсуждают, но при этом абсолютно безрезультатно. Это жалкое зрелище. Жалкое зрелище, когда что-то кто-то говорит в воздух, затрачивая такое огромное количество энергии. Вот я пожалел свою энергию для того, чтобы просто не сотрясать этот воздух, пытаясь непонятно что изменить. Вот сколько бы они там не обсуждали, сколько бы они на детектор бы кого не сажали, все, ничего, блядь, не изменится. Ничего. Вообще. Вообще, блядь. Что ты скажешь по поводу скриншота с режиссерского пульта, где пусть говорят с Николаем Соболем? Что это такое? Какое пусть говорят с Николаем Соболем? Давай вот сейчас без улыбаний своих, а то как Путин будешь уходить от ответа. Давай без улыбки, без всего. Что это такое? Это какой-то проект готовится. Давай инсайдерскую информацию. На стол выкладываем, на колено моё, вот прям вот сюда. Буквально три или четыре недели назад поступило предложение. То есть позвонили и сказали типа… Короче, Борисов, который заменил Малахова, он не тянет рейтинги. То есть на него не так интересно смотреть. Им нужна свежая кровь. Причем свежая кровь из интернета, из тех людей, которые уже однозначно эти рейтинги покоряют. Поступило предложение, и я подумал, а почему бы и нет? Ну это пиздёж. Ну то есть… А, ты сейчас… О, сука! Я думаю, ни хера себе, вот это материальчик. Так, ребят, кто монтирует этот выпуск? Нам нужны тоже рейтинги. Вот эту фразу в самое начало ролика запихните. Коля Соболев идёт ведущим на «Пусть говорят». Да, блядь! Да. Что это такое? Это лутка. Да я понятия, блядь, не имею. Увидел этот скрин, думаю, ну кто-то сделал скрин, наверное, с моим именем. Ну нет, это неправда, неправда. Они ещё не дошли до этой гениальной мысли меня позвать. Ну как бы лопухи какие-то серьёзные. А если позвали? Я бы подумал, попросил бы бабла и постарался бы сделать из этого шоу не то, что они делают. То есть, как бы, я не знаю, насколько сильный вклад в передачу и в её позиционирование может ведущий этой передачи как-то привнести. Я не знаю. То есть, может быть, нет такого, что тебя зовут вести передачу, и ты можешь сказать, мне вот это не нравится, это не нравится, можете с каждой где-то нахер. То есть, как бы, мы тебя позвали ведущего, вот ты веди, если что-то не нравится, ты не ведёшь. Но! Я сделал бы всё от себя зависящее для того, чтобы сделать передачу более благородной. Как сделать хайповый видос на ютубе? Расскажи рецепт. Пять правил, блин. Пять шагов. Парни записываем. Что ж мы не... Нет никаких формул, шагов, правил, ничего нет. Абсолютно главное быть открытым, искренне монтировать ролики динамично, чтобы никто не засыпал. Поставить свою речь, если формат разговорный. Стараться, что самое главное. Знаешь, как Дудь говорил? Он всегда готовится к интервью. Он изучает всё о своём оппоненте. Вот. Когда ты готовишь какой-то материал, ты должен изучить о нём всё. Ты должен найти что-то интересное. Ты должен подумать, а кто твоя целевуха? Потому что вот я, например, когда делал каждый видос, я представляю себе в голове, как этот видос будет смотреть кто-либо из моих знакомых. Или ты, Дима Масленников, или там, не знаю, Кирилл, оператор наш прекрасный. То есть я представляю себе разных людей, которые сидят и смотрят этот видеоролик. И думаю, вот понравился бы этот видеоролик Диме Масленнику. Что ты пиздишь, ты так не делаешь? Нет такого, что он перед выгодкой такой садится-ка, ааа, понравится? Я действительно... Сейчас это уже подсознательно, интуитивно происходит. Но, когда я писал первые сценарии, я прямо много раз их перечитывал и прямо думал, а вот интересно ли это? Вот было бы мне, ладно, интересно, вот это слушать и читать вот в таком формате. Всегда нужно смотреть на свою работу со стороны. И это большой скин, потому что многие смотрят на себя с разином-то ртом, им нравится все, что они делают, и они не могут самокритично оценить свою работу. И в итоге выходит какой-то триндец, ты смотришь и думаешь, вот как человек не видит, что это хуйня. У меня на влоговом канале, а это выйдет на влоговом канале, я не представляю, как это, понимаешь, в перемешку со влогом. Мы сейчас там где-то в лесу с Даником мерзнем. С другой стороны, мы воплощаем мечту друга, покупаем машину. Это все вперемешку будет, это будет громадный ролик. Давай подумаем, как вот назвать его так, чтоб он зашел. Да какая раньше у тебя Соболев интервью дает? Что Соболев? Соболев и? Соболев и Соболев. Ты себя переоцениваешь, ну вот, надо понимать, какой-то вот Соболев, что? Ну, можно как-то поиграться с видением «Пусть говорят». В принципе, пусть говорят сейчас, так как эта тема хайпится по-прежнему. Достаточно кликбейтное название. Соболев ведущий, пусть говорят. Соболев новый ведущий, пусть говорят. Соболев новый ведущий, пусть говорят. Дианы Шурыгиной, Семенова, посадили. Вот так. А на превью что мы поставим? Мое лицо, очень крупно. Так. Вот так вот. Знаешь, как в книге. Ага. Вот так, просто. Большой лицо. Вот здесь, Даник, покажи. Вот здесь. А, так. Вот здесь вот чуть больше ты. Это иконостас получается. Какой? Ты все понял, к чему я веду? Нет, просто это. Давай, значит, новый ведущий, пусть говорят. Давай, вот сделай. Вот сугубо, значит, грустное лицо. Вот такой, как ты во влогах Муратаева делаешь постановочный. Вот давай. Вот все. Ты грустишь, смотришь куда-то либо в камеру, либо на меня. Вот, отлично. Мы подрисовываем слезы, немного небритость. Все. Вот ты забухал давно. И я вот, я сяду. Вот такой, типа. Как мне лучше сесть? Вот как думаешь? Просто вот, чтоб я, типа, слушаю уже. Как бы. Я обычно на превышку все делаю. Вот так вот. Да, да, да. И все, там все, 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 все заходим. Я просто беру старые фотки ставлю на превышку. Все заходят. И я сяду вот крайне вот так, типа, я решаю этот вопрос. Коль, спасибо тебе большое. Это было невероятно приятно. Надеюсь, получится Никол. Ребят, спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Это было невероятно прекрасно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии о Николае Соболеве. Особенно приветствуются юморные стишки и частушки. И комплименты. Ребята, вообще понимаете, что вот-вот мы осуществим мечту Гриши. Мы купим ему тачку, о которой он так долго мечтал. И для этого нам надо взять и продать все наши ненужные вещи, которые мы нашли у нас по квартирам. И в этом нам поможет приложение Авито. Потому что у него появилась какая-то фантастическая, невероятная, классная функция распознавания предметов. Помните, как раньше это было? Фоткайте все на фотоаппарат, выкладывайте это на компьютер, вбивайте название и так далее. А сейчас все просто. 21 век. Ё-моё. Берете предмет, вот в нашем случае это GoPro. Заходите в приложение Авито. Разместите объявление, выбираете категорию. Фоткаете предмет. Ё-моё. Всё, пап, пока. Я принято изначально. Это бесценная информация. В общем, вы берете сфотканный предмет. Нажимаете далее. И он сам распознает, что это за предмет. Вам остается только вынести стоимость. Сколько? Сколько это GoPro стоит? Десяточку, я думаю, накинем. Десяточку. Извини. Я на нее снимал Гусбастер. Чегооо? Оооо. Она бесценная, реально. Она просто бесценная. Нажимаете. Нажимаете. Нажимаете далее и всё. Выкладываете этот товар. Кстати, ребят, по секрету это не единственный бонус. Спасибо. Здравствуйте. Ребятушки, мы подготовили каждому предмету по фотографии с кадрами из наших влогов. И на каждом мы лично распишемся. Пахнет. Прикольно? Ребят, вот и всё. Ой, ё-моё. Вот и всё. Все наши вещи уже на Авито. Через неделю мы покажем результаты наших торгов. И вы увидите, как мы осуществляем мечту Гриши. И покупаем этот Жигуар. 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 Да. И также мы предлагаем уже вам поучаствовать в челлендже от Авито. Выкладывайте в свой профиль Авито максимальное количество ненужных вещей. Оставляйте на него ссылку в комментариях. И напишите в комментариях также свою мечту. Мы выберем самую лучшую и поможем вам распродать все ваши предметы и осуществить вашу заветную мечту. Это круто. Всё. Бам-бам-бам. 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 Надеюсь, мы всё продадим. Чувак, я тоже. Но тачка просто невероятная. Бомба. Будем валить боком. Будем. Да. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прикинь его, блин. Эмоции. Эмоции. Ребят, надо брать по-любому. Короче, чуваки, мы постараемся за неделю набрать нужную сумму и через неделю подарить Грише эту тачку. да я надеюсь что у нас все получится смотрите не пропускайте реально будет жарко дорогие подписчики если вы вот все-таки чуть прячете вы все-таки пишите что это не я не скажу что я так света скажу что иди сюда мудак блядь они выйдут дальше Как вам ночная физкультура? Да пошли отсюда скорее придурок Бля Сука Это был пиздец Что сдох что ли блять Он уебывать начал А ты что за мной не побежал? Мы по дороге шли А ты начал чисто блять Я вообще на срай богу приходил бежать Понимаешь? В сторону машины главное Просто Сударь красавчик Просто вы понимаете что чувак Вместо того чтобы побежать по дороге Побежал через лес Ты понимаешь что я мог еще немножко Побежал до того места где меня закапывали Побежал 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 Не понимаю вообще А ты прикинь я сейчас их хирую Если это эти охранники положили и прислали А Никита Тимон снимал когда то Давай попробуем Ладно все рубите камеры Поехали давайте Спасибо Спасибо Продолжение следует...